Всем доброго времени суток, с вами SilentMashica и сегодня у меня для вас новости на 29 число 6 месяца 2019 года. И уже подходит время следующего прайм фрейма, так как с момента выхода Equinox Prime прошло почти 90 дней, а новостей до этого момента всё не было и не было. Однако в пятницу разработчики наконец оповестили игроков о том, что доступ к Equinox Prime заканчивается 6 июля, а гидроид прайм с баллистикой и нами скиллой праймами уходят в хранилище. Соответственно разработчики подготавливают местечко для нового прайма, такой вывод можно сделать, и несколько ожидалось, что им будет Атлас Прайм. Однако консольные, предположительно, ребята откопали файлы Вуконга Прайм в игре, потому макака таки будет покрыта золотом. На самом деле стоит сказать, что предпосылки для выхода Вуконга Прайм, в отличие от Атласа Прайма, были. Во-первых, сам факт того, что Вуконг получил реворк. Необычно бывает такое, что перед прайм-версией фрейма выходит его реворк. И вторая предпосылочка, это оказывается Вуконг таки вышел раньше Атласа, хотя для меня это стала новость, буквально я сегодня это узнал. Но суть в том, что 29 сентября 2015 года Вуконг вышел эксклюзивно в китайском Варфе, и только 1 октября 2015 года вышел Атлас в глобальной версии игры. А уже 25 ноября 2015 года Вуконг вышел для всех стран. Потому в данном случае будет трудно сказать, что разработчики поменяли порядок выхода прайм-фреймов, как это было с Миражкой и Зефиркой. Но давайте же посмотрим, чего нам стоит ожидать. Сам Вуконг Прайм будет требовать пятерых мастерства. Различия в статах тут будут минимальны, но брони у Прайма больше на 25, энергии больше на 10, щитов больше на 20, и скорости бега больше на 0,05. Затем нас ожидает Джу Ге Прайм, требуемый рак мастерства 14. Урон здесь перераспределён был более-менее равномерно, в отличие от обычной версии с её преимущественным пронзанием, но в общем урона стало меньше на 10 единиц. Шанс статуса тоже стал меньше на 5%, однако на 10 стрел больше помещается теперь в обойму. Видимо благодаря этому также перезарядка стала дольше на 0,5 секунды, однако шанс крита стал больше на 6%. Скоростренность имеется больше у Прайма на 1,5 снаряда в секунду, в отличие от обычной версии. Однако у Джу Ге Прайм будет иметься своя особенность. Каждый болт взрывается через некоторое время после успешного попадания, если я правильно перевёл. Поэтому будем ожидать, как этот взрыв себя поведёт. И под конец у нас имеется ближкая, Нунчаки Нинкоди Прайм, требуемый рак мастерства 10. Обычная версия долбила только электричеством, однако здесь немного отобрали этого электричества и завезли физические типы урона. Общий урон благодаря этому возрос на 9 единиц. Шанс статуса у Прайма оказался больше, но аж на 1%, опять какие-то 1% монстры вышли. Но крит шанс оказался больше у Прайма до 12%, крит множитель увеличился на 0,4%. Напомню, что оружие всё ещё не вышло, потому всё может поменяться, однако уверен, что данная информация должна была встрести рынок торговли модами разлома. Но у нас ещё нет информации о Прайм аксессуарах, поэтому подождём. И второй кусочек новостей, который имеется у меня для вас на сегодня, это Барыч Естественно Нагрядул. И снова подвёз он значки кубру Кавата, которые, правда, были раньше сигилами, потому ничего выдающегося тут не произошло. Затем у нас имеется набор модов Изгнания Прайм, а также Лихорадочный Удар Прайм. Полезный мод, можно взять, Изгнание несколько смутный выбор, как и Быстроход Прайм, тоже не моя любимая штука, но она имеется. Из оружия завезли Обэкс Призма и Парный Гремли на Призма, всё прикольненько, можете взять, если вас нету. А в дополнение имеется целая куча косметики, равная как и Бустро Кредитов. Что же касается консолей, то стоит выделить Пистолетный Гамбит и Дробитель Праймы, равно как и Вулкар Призрак. Что же касается Игниса Призрак, то покупать его у Барыча стоит только на Свиче. На остальных консолях, скорее всего, вам имеет смысл посмотреть в торговом чате, продаёт ли кто чертёж из клана. И только я начал пилить, собственно, видос, так разрабы мне подогнали внезапно новую эфемеру Лотос, которую можно будет получить в качестве твич-дропа, смотреть стрим-то на Коина 2019 с 6 июля, 18.00 по МСК, ну и 7 июля, часу ночи по МСК. Смотреть, правда, не придётся весь этот промежуток времени, а только 30 минут, но аккаунты твича или миксера, смотря где смотрите, должны быть привязаны. В целом же эфемеры красивые, красятся и прочее, потому можете и потратить, получаясь к своей жизни, на то, чтобы получить этот предмет. Да и эфемер в игре не очень-то уж и много. Но на этом врыв сальтмашка из будущего заканчивается, потому пусть сальтмашка из прошлого заканчивает этот видос, но я, собственно, пошёл. И за всем у меня заканчиваются для вас новости на данный момент, поэтому, надеюсь, у вас ваши марочки уже готовы, потому что 6 июля начнутся телодвижения, но от меня уже точно всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok